Элита Артсплюй Продакшн представляет. Это, я понимаю, какие-то действительно профессионалы от косплея? Слева сидит женщина, которая занимается большей частью крафтом, то есть созданием именно костюмов, посередине косплеерша. Не могу сказать, что она там супер популярная относительно того, что было в Маниле, где там девочка с миллионом подписчиков в Инстаграме сидела, с полумиллиона. И, ну справа, по поводу Варни справа, я не смог вообще про него никакой информации найти. То есть, не знаю, может быть он это был на предварительном этапе, может быть нет. Конкурс на предварительном этапе оценивали, мне кажется, три других человека, то есть у третьего они заменили. Ну, может быть, привезли сюда. Я думал, они может быть, знаешь, сейчас на конкурс посадят какого-то там Джереми Лина, ну какую-то звезду. Да. Но в итоге не так они сделали. Ну, хотя это более профессионально, все-таки 15 тысяч долларов. Кстати, выходят уже косплееры, мимо нас они прямо сейчас идут, мы их по очереди будем всех видеть. Вот Кейси в виде Тимберсу, нет, но это не честно. Кейси косплей Тимберсу это совсем не честно, по-моему. Я, честно говоря, тяжело посмотреть на экране, но так смотрю. Ой, ну слушай, ну мне уже нравятся два косплея Аркварден. Да, Аркварден. Очень много Crystal Maiden. Видимо, Earth Spirit. А нет, это Рубик. Это Рубик, это Рубик. Так, ну давай смотреть, вот на экране, вот она Enchantress выходит. Enchantress, Enchantress. Ну, конечно, Enchantress, половинка у нас, Enchantress. Где ноги? Ты помнишь эти манильские ноги, которые запомнились всем? Здесь ног явно не хватает. Ну, в общем, косплей, конечно, такой довольно простой. Там довольно строгие требования, на самом деле, на турнире косплея конкретно у Valve. Ну и, в принципе, могу сказать, что они всегда довольно требовательные. То есть нельзя никакие использовать там элементы, которые могут быть использованы как оружие. То есть, поэтому зачастую луки у них без тетивы. Я так понимаю, что-то, что может повредить сцену, наверное, и то, что им разрешат. Да, и даже это прописано специально в правилах. То, что сцена должна остаться такой, какой она была до. Слушай, ну Сларк в конверсах, это вот пока мой фаворит. Серьезно. Просто, в чем суть, у меня есть точно такие же конверсы. Моя жена их от меня спрятала, сказала, что ты их вообще никогда не оденешь, потому что они точно такие же. Это Сларк, который не нафармил на ПТ-шку, видимо. Нет, потому что это ПТ-шка на Инту. А, ПТ-шка на Инту, да. Ну вот, нормально. Ну, не знаю, я, может, не шарю, но такой себе Сларк. Сломанные как транквил тапки. Ну, конечно, да. Не, ну вот это... Это Гейси. Ну, я предлагаю вспомнить просто Timbersos Manila. Их было два, похуже и получше. Тот, что был похуже, он был получше, чем вот этот Timbersos, но... Прошу обратить внимание, Кейси тоже в конверсах. Кстати говоря, в конкурсах, в параметрах оценки прописан такой параметр, как юмор. То есть, помимо того, что у тебя должны быть хорошие данные, там, качества, если у тебя смешной косплей, ты тоже можешь пройти. Ну, на мой взгляд... Кейси смешная. Ну, суть в том, что, если кто не знает, то Кейси в прошлом году обещала за косплей Тимбера в один из дней. Ну, и вот она, собственно, выполняет свои обещания. Есть же знаменитая гифка, где она там врезана. Да, да, да. Так, да, и вот Слакс зовет Кейси к себе, говорит, давай, давай, подходи сюда, будем вместе с тобой комментировать. Слакс комментирует на зал. Кстати говоря, в правилах прописано, что ни один сотрудник Valve и ни один сотрудник компании, которая, ну, здесь присутствует... То есть, рукаву нельзя было бы. Нельзя участвовать в конкурсе косплея. Черт, черт. Вот Вика хотел закосплеить Crystal Maiden. Так что мой косплей на комментатора, он останется единственным. Единственным. Ну что, приветствует народ Кейси, который, напомним, будет вторым сегодня участником. Ой, а это у нас Queen of Pain. Queen of Pain с двумя нульталисманами. Queen of Pain, ну, скажем честно, на эпицентре Queen of Pain были получше. Да, и еще один там есть параметр, что нельзя использовать, скажем так, собственное тело как оружие, то есть нельзя, чтобы косплей выглядел как-то... Слишком пошло. Слишком вызывающе, да. Я так это просто информацию даю. Ой, а вот это вот хорошо. Честно говоря, ну, Omni Night выглядит довольно неплохо, кстати, на самом деле, очень неплохой молоток. Ну, сразу хочу сказать, что качество вот конкретно материалов, даже если сравнивать не то, что с Манилой, с эпицентром, оно здесь страдает. Но Omni Night пока что один из лучших. Да, Omni Night это, значит, лучше. Женский Рубик. Рубик. О, Рубик выглядит солидно. Мне сказали, что здесь есть какая-то девушка из Германии, которая является знаменитым косплеером, и она косплеит Рубика. Судя по всему, это она и есть, хотя есть еще один Рубик, может быть, но тяжело сказать, какой из них лучше. Рубик определенно неплох, очень хорошо смотрится парик, вот этот вот зеленый. Да, да, да. И девочка довольно веселая, и еще она за косплеила ворованный Firefly у Бэтрайдера. Уууу, Windranger. Да, здесь, кстати, был очень крутой косплей на Лину, косплеил его какой-то парень, ее. А вот это весело. Это было весело. Вова, почему нет косплея на Виспа? Я не понимаю. На самом деле, нельзя об этом не сказать, но в данный момент, помимо всех участников, вы наблюдаете косплей на Рике. Просто он настолько хорош, что вы его не видите. Как всегда, собственно, косплей на Рике то, что надо. Так, ну это была Верка, сейчас выходит Crystal Maiden у нас первая на сцену. Crystal Maiden. Честно говоря, если бы мне сказали оценить 10 Crystal Maiden, я бы с трудом отличил их друг от друга. Они все очень похожи. Ты знаешь, это как синхронное плавание судить. Они все одинаковое делают, и ты вообще не понимаешь, как бы, чем они отличаются друг от друга. Но стоит признать, что Crystal Maiden очень плохая. Я не знаю, парик это или нет, но выглядит классно, очень хорошо выглядит палкой. И самое главное, в отличие от многих косплееров, у нее ткань не блестит. Это тоже очень важно. Это говорит о том, что она более качественная. И Джаггернаут. Кстати, Джаггернаута тоже где-то такое ощущение, что я видел. А что это было? Я не знаю, я не услышал, что сказала Кейси. Очень шумно. Wicked, это, я так понимаю, Wicked косплей может быть известная девочка, я не знаю. Это женский Джаггернаут, кстати, тоже. Ну, нет, ничего особенного в этом косплее нет. Он не очень похож на настоящего, это тоже очень важный параметр. То есть я бы даже и не сразу понял, что это Джаггернаута, если бы я не играл в доту. И не знал, что, ну, собственно, больше никто не может быть. Ну да, да, да. Вот Аркварден. Так, а вот это Аркварден. И он... Это два... А это Аркварден сразу с иллюзией. А вот это интересно, потому что обычно групповой косплей он запрещен. Смотрите. С рапирой. И он типа роняет рапиру и передает ее. Групповой косплей запрещен в каком плане? А если... А если Мипо или Фантом Лайнсер запрещено, это по правилам? Да. Ага. Ну, смотря где, смотря где, на разных турнирах по-разному, но... Ну, очевидно, что то, что их двое дает им нереальное преимущество. Не, ну, по факту это один герой. Ну, по факту, да, но это очень круто смотрится. Ну да. И вот, мы этого еще не видим, но... Выходит Рубик. Ой, хороший Рубик. Хороший Рубик. Хороший Рубик. Рубика, не помню, как она называется. Рейнесса. Ну, вот это очень известная барышня в Америке. Она вместе с Coffee with Office является ведущим утреннего шоу здесь на Интернешне. А Доки, которая выходит на Ютубе, не в эфире, но... Довольно известная барышня. Опять-таки в американской Доке. Ну, если честно, прошлый Рубик мне понравился больше. Да, намного больше. Собственно, мы и определились. Участникам выделено всего по минуте, поэтому все проходит очень быстро. Ну, их 15 человек. Так, окей, что это? Это Драгонайт женский? О, мой Бог. Ты знаешь, она реально капсилит в саду. Ааа... Я не уверен, что это. Подожди, что это? Ну, в принципе... Это топ-15. Это Bloodseeker, я так понимаю, потому что когти, правильно? А, это Соня заявил... Что это? Shadowfin. Это SF. Это SF от Sony заявил. Так, Соня... Соня очень известный косплеер, как бы. Ну... Она на всех интернешнах была, наверное. И стримит она очень часто. Но SF, если честно... А вот, собственно, Семка. Та же самая или новая? Вот в чем вопрос. Ну, это босиком. Это босиком, и она бегает. Сейчас собака выбегает еще. За ней. Я, честно говоря, не знаю. Очень... Она похожа на ту СМ-ку и очень... На всех СМ-ок, в принципе. Ну, тяжело вот выделить из них... А это кто? С Сыром. Это Рошан с Сыром. Это Рошан. А вот это вот хорошо. Это очень круто. Это очень оригинальная идея. Все косплеят героев. Почему бы не закосплеить Рошана? Почему не закосплеить сатира Пурджителя или какого-нибудь тролля? Игоря Николаева. Да, точно. Это вам идея, господа. Вот на следующий эпицентр конкурс косплея Тот, кто косплеит Игоря Николаева, получит от меня специальный приз. Ящик пива. Только косплей должен быть хороший Игорь Николаева. Но вы в курсе о коме. Хороший косплей Рошана. А вот это, возможно, выходит победитель. Потому что, честно говоря, этот косплей выглядит на голову выше всего, что мы видели до этого. Во-первых, ты смотришь и ты не понимаешь, смотришь ты в доту или это человек. Один в один абсолютно. Немножко, конечно... Да нет, в принципе, все мне нравится здесь. Еще и Блинк Даггер есть. Все нормально. Еще и Блинк Даггер. Действительно, очень хорошо сделаны вот эти флаги, которые сзади, флаги победы. Очень круто. А вот и Лина. А вот и Лина. Лина, первое появление Лины на Интернешнале, господа. Да. Она ни разу не была пикнута. Но в шоу-матче она есть. Ой, в шоу-матче. В конкурсе косплея, конечно. Возможно, в шоу-матче тоже будет. Анна Лин. Она же Лина. Ну, Лина... Ничего нельзя сказать о ней выдающегося. Ну, Лина как Лина. Да, если бы был какой-нибудь у нее там, я не знаю, посох, аганим, это было бы что-то. И сразу можно сказать, что, конечно, по своей артистичности не было каких-то приколов, которые были, например, в Маниль, когда Шейкер выходил, там пытался что-то сделать. Я не услышал, опять-таки, что сказал Слакс, но его что-то засвистывает весь зал. Ну, Кейси очень-очень прикольно смотрится, конечно. Это ж кому-то надо было еще поработать над этим косплеем Кейси. Ну, да, и... Да, это спросили у Слакса, какое месте Кейси занял, он сказал 16-е. Так, ну, вот суди, кстати, обсуждают сейчас, кому-то первое место, вот сейчас скоро будет решение. 15 тысяч, но распределение какое, ты не в курсе? Все по 500 получают, это 7 с половиной. 3 с половиной победитель, второе место 2 с половиной, и третье полторы, получается. А, то есть полторы, 2 с половиной, 3 с половиной тысячи первое место. И плюс 500 каждый из 15-ти. Ну, они уже... 500, оно отбивает, я так понимаю, правильно? Ну, хотя бы стоимость вот среднего костюма... Не факт. Не факт? Ну, этих отбивает всех, возможно, кроме Легиона. Вот. Действительно, не дешевое это удовольствие все-таки, но удовольствие довольно крутое. Ну, в Америке распространен очень этот материал, который называется EVA, из которого делается почти весь крафт, поэтому, в принципе... Так, выносит тут призы. Нет, вы сейчас, нет, это не призы выносят, мы не будем говорить, что выносят, а вы это увидите чуть попозже. Потому что выносят сейчас очень интересные вещи, которые я еще вчера видел, начинается уже на сцене подготовка к шоу-мачу. Так, а косплееров, видимо, построили с другой стороны. Да, да, с другой стороны сцены. Там, где и Гейб стоял, вообще, все с другой стороны стоял. Мы их не видим отсюда, к сожалению. Ну, вот, казалось бы, как можно оценить косплей? На самом деле, все уже по большому счету решено. Они же судили предварительно, и там, у них уже был список. Все, что осталось, это... Нет, ну подожди, а как бы импрессион на сцене, который создают? Да, да, это осталось. Ну, как мы видим, здесь ничего особенного не было, было очень мало времени. Если тому же Думу, например, Манильскому, насколько я знаю, ему срезали выступление за то, что он чуть не упал. Чуть-чуть. Это тоже очень важно. Не знаю, я, конечно, профан, но я бы сказал так. Легионка, Амни Найт и... И все, больше мне ничего не забыли. И Рубик. Рубик первый, первый Рубик. Ну, посмотрим. Рошан, Рошан, Рошан еще стоит отметить. Рошан, да, Рошан был очень оригинальной идеей, возможно, он займет в третье или даже второе место. Ну, видишь, на Интернешнл конкурс косплея проводится впервые, поэтому, как бы, тут, типа, оригинальность такая-ся штука. По сути, это первый конкурс косплея для Интернешнла, по факту, который на сцене у нас проходит. И, да, если все турниры брать, то мы понимаем, что, конечно, очень-очень-очень прикольная идея, Рошан. Очень важно то, что информации было не так много, это же очень важно для косплееров, знать, сколько денег можно выиграть, чтобы, ну, допустим, тот же Тинкер. Чтобы готовиться, да? Он подготовился. Здесь информации было не так много, там была информация, что 15 тысяч, но выясняется, что распределены они вот таким вот образом. То есть нельзя выиграть там 10, 5, еще 2. Он что, долго-долго думает? Фанаты Слакса и Кейси. Так, кстати, мы видим, весь зал переодели в синее и в оранжевые футболки, оранжевые фанаты Слакса, синие фанаты Кейси. Каждому абсолютно посетителю выдали. Долго-долго судьи думают выносить свои решения. Я, на самом деле, вчера читал на Reddit целые холиварно тему того, что там мало времени выделено, то, что должны судить именно косплееры, а не какой-то там став. И причем косплееры не просто обычные, а какие-нибудь супер-победители, которые разбираются бесконально в этом вопросе. В общем, можете поискать это. Ой, и как же Кейси овнит Слакса? Она просто его заовнила только что. Он пытался пошлить по поводу ее способности брать интервью, а она его просто за... Кстати, Слак сегодня ее очень заовнил, но мы о твоем филе нашего не показывали, когда у них была первая стычка такая, наигранная, понятное дело. Когда Кейси сказала, я выиграю, потому что я смешнее, а Слак сказал, ну да, ты такая смешная, как в американских сериалах 99-го года. Ну, когда ты молодая была, их показывали. Ну, именно Омни, это не докторой, конечно, знато сегодня. Это очень жестко. Это очень жестко. Ну, Кейси его мусором просто назвал. Да ты мусор вообще, что стоит соревноваться. Так, есть решение, есть решение. Так, 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 так. Там с Линой общается, по-моему, Кейси или... Ну, Кейси говорит, что я люблю Лину, это мой любимый герой. А, нет, она рассказывает, что мой любимый герой, и я решила поэтому одеться в Лину, потому что это мой любимый герой. Люди тоже ждут Лину, но не увидим мы ее на этом турнире, наверное. Слакс решил забить серию интервью после первого же участника. Причем отшил он реально, знаешь, в американском стиле. Ну, он хорош, он хорош. Ну, что? Слакс это просто мем. Слакс это ходячий мем вообще. Так, сейчас он будет... Слакс заводит толпу. Слакс заводит толпу. Последнее место, Кейси. Третье место. Полторы тысячи долларов. Рошан, третье место. Ну, мы были неплохи. Мы действительно были неплохи. Мы угадали. Ну, хорошее. Госплей может сам не такой крутой. Хотя, не знаю, как можно закосплеить Рошана сделать, может быть, супер какой-то огромный модель. Ну, чтобы закосплеить Рошана надо быть слаксом для начала. Таким огромным-огромным слаксом. Сыр есть. Да. Так. Ну, я за Легионку, честно. Кристалл Мейдер. Кристалл Мейдер. Второе место. Ну, она была неплоха, на самом деле. Вот... Я не помню, правда, какая это из двух. Это последняя, это последняя. Ну, мы отмечали, что... Я на волосы обратил внимание. Вот эта, кстати, парочка, она очень знаменитая, которую только что на трибунах показали. Может, ее не зря показали. У них Медовый месяц. И они специально... Они на свой Медовый месяц приехали на Интернешнл. И вчера про них было видео на Реддите. И я думаю, что сегодня... Потому что видео там разошлось просто миллионным просмотров. Сегодня они разведутся, потому что будут играть друг против другого в доте и поссорятся. Ну, кто? Первое место. Ну, Легион, это... Легионочка. Ну, Вова разбирается в косплее. Профессиональная аналитика. Глава студии обсервера и косплея работал для вас. Подожди. Глава студии обсервера... Уже не круто звучит уже. Глава студии обсервера. Главный комментатор косплея. Как там сегодня писали... Халисти 3К ММР. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Один св paid в четыреистида.